Здравствуйте, дорогие друзья! Всех поздравляю с наступающим праздником Ханука. Мы знаем, что у нас есть всего два праздника, которые нам постановили мудрецы. Пурим и Ханука. Эти праздники очень отличаются друг от друга. В Пурим есть заповедь кушать, накрывать большие столы и кушать праздничную пуримскую трапезу. В Хануку нет такой заповеди. В Хануку у нас заповедь читать Алель, прославлять Всевышнего и зажигать ханукальные свечи. Почему есть такая большая разница? Потому что в пуримские события угроза была нашей жизни. Они хотели тотально нас уничтожить. Не важно, какая у нас религия, не важно ничего, мы хотим вас уничтожить. Угроза была нашим телам. Поэтому в этот праздник, из-за того, что Всевышний нас чудесным образом спас, мы должны радоваться всем телом, кушать праздничную трапезу. В Хануку угроза была нашей душе. Нам сказали, хотите, чтобы мы вас не трогали, принимайте нашу веру. Мы сказали, мы так не можем. И нас хотели уничтожить только за нашу веру. Была угроза нашей душе. Раз мы спаслись, то душа должна сказать Всевышнему спасибо. И в Хануку мы поем, спасибо Всевышний. Мы читаем аллель, праздничные молитвы. Наша душа должна сказать спасибо. Поэтому в пурим, когда угроза для тела, мы кушаем большие пуримские трапезы. В Хануку, когда угроза для души, мы должны сказать Всевышнему спасибо нашей душой. Молитвами, песнями, зажиганием ханукальных свечей. И теперь очень интересно. Обратите, пожалуйста, внимание, какая большая глубина в простых обычаях. В Хануку есть обычай играть с Савивоном. Такая специальная юла, которая крутится. В пурим есть обычай шуметь трещотками. Теперь обратите внимание. Савивон мы держим сверху. Трещотку мы держим снизу. То есть трещотка вот здесь, а я ее держу в руке. Рука снизу. У Савивона рука сверху, Савивон снизу. Почему так? Потому что мы же все объяснили. В пурим, когда угроза была телу, тогда я держу трещотку снизу. У нас есть душа, есть тело. Душа сверху, тело снизу. И когда вот рука, она как бы символизирует, нужно сделать какое-то действие для спасения. Я держу трещотку снизу, потому что нужно спасать тело, которое ниже, чем душа, по уровню святости. В хануку, когда угроза была для души, я держу Савивон сверху, потому что нужно сделать действие, рука это действие, которое спасет наши души. Поэтому есть такой обычай, держать трещотки снизу в пурим, когда угроза для тела, и держать Савивон сверху, когда угроза для души. Невероятная глубина в таких вот простых обычаях. Всем прекрасной хануки! Хак самех!